доброго времени суток ребят с вами я мега и сейчас покажу как сделать управление клик думов собственно делается это очень легко с помощью новмэш агента и новмэш ну можно сделать вообще много вариаций существует но мы будем использовать новмэш кто не знает как это строится это строится по типу мы отлавливаем клик правой кнопкой мышки пускаем река стрека сталкивается с трейном или будем называть трейн это область по которой типа движется персонаж и получается . к этой точке с помощью новмэш агента как я уже говорил раньше есть такая такой метод которому можно передать эту точку и собственно этот одна мышагин туда пойдет обходя при все препятствия на своем пути собственно вот так это все работает ну давайте наверно приступим быстренько пробежимся что у нас тут есть у меня есть камера свет трейн и его два кубика это препятствия и тест хиро это собственно нас персонаж который будет двигаться ну верх иерархия папок у меня тут принципе простая мапс где мапы хранятся и материалс prefabs scripts и текстур собственно поехали идем во вкладку navigation кто не знает где она находится это windows navigation также собственно версия у меня 5 5 2 free то есть бесплатно и собственно здесь все доступно выделяем все объекты по которым будет двигаться персонаж и препятствия идем вкладку object ну здесь нажимаем all чтобы выделить navigation static жмем здесь не то есть у вас подсвечивается terrain то есть выделенный terrain оставляем все по умолчанию в принципе ничего здесь не трогаем только ставим галочку navigation static собственно идем в бейк и настраиваем как вам нужно собственно я ничего трогать не буду оставлю все как есть нажмем бейк собственно и сейчас что-то будет не так подправим собственно вот видим сгенерировался наш навмеш то есть вот эти вот границы за эти границы собственно не сможет выйти персонаж с этого навмеша то есть вот это уже считается препятствием собственно думаю с этим все понятно мы выделяем нашего собственно персонажа который будет движет этот компонент а идем в navigation now mesh agent здесь также все настраиваем как вам нужно то есть в принципе по умолчанию все ложится я принципе показываю на кубиках а вам приходится настраивать ну идем написать код собственно управление камерой стандартная ну собственно можете посмотреть вот думаю здесь ничего нового не увидеть и hero контроллер собственно hero контроля который висит собственно есть также компонент hero ну собственно они нам не понадобятся идем hero контроля первое что мне нужно это приватная переменная рей то есть собственно сам луч который мы будем пускать и собственно еще одна переменная приводит рейкаст хит то есть сам хит который саму столкновение куда будет записываться также нам нужна ссылка на на наш агент собственно мы забыли подключить пространство имен собственно подключаем unity engine а и и и нам теперь доступен now mesh агент привык да елки-палки что то что такое нам наш агент агент давайте в методе старт получим опс чуть-чуть у меня тут все перекосило получим наш агент нет компонент на наш агент собственно идем вольт апдейт не visual studio подсвечивает и смотрите в чем здесь есть прикол я жму enter и у меня есть вот так создается приводить в принципе ошибки никакой нету можно делать так здесь добавляется приводит то есть это будет приватный метод текучего класса также когда мы пишем просто вот так вот войд статус это все равно что приводит по моему вроде бы ну в принципе я сейшар не знаком но собственно следуя логике можно понять если мы ничего не указываем значит по дефолту должно идти как приват потому что в классах когда их создают по дефолту идет все приватная то есть а публичные мы уже сами делаем поэтому если не указывать ничего скорее всего выставляется как приват поэтому думаю никакой ошибки не будет принципе сейчас увидим что нам нужно отлавливать ивент клик правой кнопки мышки идем в инпут собственно где у нас находится все ивенты маус get mouse button up да наверно да он сделаем то есть советую вам сделать на down потому что как вам бы сказать то есть вообще во многих игрек сейчас все переходят на down потому что собственно это ускоряет процесс то есть я не знаю как бы вам сказать то есть мы нажали ну то есть down во время нажатия о не отжатия клавиши то есть во время нажатия когда мы уже клик сам уже пройдет тогда уже должны уже все просчитывать и двигать персонажа они когда клавиша отожмется то есть сейчас все переходят на эту систему в основном а игры которые завязаны на киберспорте так что собственно если у вас не такая игра в принципе не партись но собственно советую все равно переходить на down то есть кликнули пустили рейкаст рей где наш рей вот он рей смотрим идем камера мейн скрин пойнтур и собственно этот метод позволяет нам с камеры нашей пускать луч с точки откуда пускаем она принимает века 3 позицию на экране то есть собственно как вам сказать то есть вот пример вот у нас есть экран есть скрин пойнтур и мы передаем туда с экрана позицию куда собственно откуда пускать рейкаст то есть пускать будем из мышки то есть где находятся мышки с этой точки будет собственно пускаться рейкаст класс камера потом идет у нас main то есть это собственно main камера но если вы удалите main камеру и соедините камеру ей обязательно нужно присвоить тег main камера иначе собственно у вас не будет работать это потому что камера . main это означает что камера у которой есть тег main как-то так так у нас тут предупреждение какие-то но это то что не используется а вот это убирается легко собственно идем в edit advanced и формат документ сохраняем жмем не исчезло то есть просто закрываем открываем у нас появляется от этого то кошка жмем yes ok и все она исчезла идем дальше то есть мы нажали правой кнопкой мышки собственно пустили луч их раз уже здесь проверим если собственно где этот есть там физикс вот он класс физикс у него есть рейкаст метод туда мы передаем наш луч первым аргументом а вторым собственно пишем out и собственно хит нужно передать туда рейка с хит тип перемены передаем наш хит и все собственно вот так вот теперь нам нужно проверить давайте добавим тег нашему трейну идем в трейн тег здесь нету это жмем плюсик тирайн собственно добавим этот тег плей сохранились все нормально теперь чтобы получать точки именно стрейн если так отфильтровать по тегу нам нужно то есть мы идем хит в коллайдер и берем тег ну я обычно использую свитч давайте сделаем свитч потому что он нам в дальнейшем понадобится чтобы не переделывать сделаем свитч у нас будет разное движение то есть к цели либо к юниту к союзному юниту к вражескому юниту и ну и так далее поэтому нам понадобится свитч чтобы на ифов делать также все просто хит коллайдер тег и в кейсах будем указывать наш собственно тег у нас трайн по моему через не через так по моему да ладно потом сделаем остальные теги давайте сделаем еще переменную бог но изначально она будет у нас пусть фокс будет а и нам понадобится еще одна приватная перемена типа вектор 3 то есть куда мы будем двигать мы можем брать ее из хита мы можем брать ее из хит напрямую но собственно нам это не подает а назовем ему в поинт и собственно мы скорее всего и будем брать ну давайте мы в поинт присваиваем хит . поинт то есть . в которой получилось у нас в рейкасте когда мы кликнули а ну и наш муф делаем true переходим ниже делаем еще один и здесь все завязано на одной переменной муф то есть есть она true то мы движемся одесса мы не движемся ну как так давайте делаем если раз уже проверим дистанцию то есть мы будем останавливать давайте агент из активно не был блин переменную стоп на ну по-моему я уже говорил раньше когда-то давно все делалось немного по-другому там можно было агента застопить был не просто метод а была какого-то в переменная булевая и можно было делать ее true либо с false то есть когда персонажа движется и нужно его остановить например кнопка стоп у нас есть мы ее жмем мы не вызывали метод а просто переменной присваивали false собственно удобная штука была а ее сейчас нету ну да ладно то есть отключение или включение было движение то есть когда она была false даже когда мы кликали если мы не прописываем там true то собственно персонаж все равно не двигался то есть когда например объект находится под каким-то дизейблом то есть под станом может было просто в этой переменной также сделать ее false и персонаж не сможет даже передвигаться когда он даже когда мы будем кликать движение это было очень удобно а сейчас все он на стопах завязан этом методе возможно как-то перенесли но я не знаю точно так говорю как собственно как знаю давно уже просто не пользовался агентом давайте продолжим вектор 3 distance собственно данный метод позволяет сравнивать дистанцию как ни странно да трансформ позиция и собственно наш мухой если она больше не знаю 0.5 давайте сделаем так то мы где у нас собственно агент есть вот метод set destination сессор или типа установить или обновить и дистанцию здесь триггеринс ох не знаю не знаю я пользуюсь от дистанционом давайте попробуем через метод сделать то есть установим в метод move point не зря он есть как раз за 1 вопрос тесте а иначе иначе мы мух делаем фолз то есть когда у нас дистанция все мы уже дошли до конца дошли то собственно останавливаемся так что-то мы делаем ничего не проверяем давайте проверим надеюсь сейчас будет чем у нас работать то есть камера движется как можно видеть и собственно персонаж наш тоже двигается вот видите он медленно разворачивается сейчас настройки за 1 по тесты как я уже говорил собственно я не знаю кого-то находит препятствия то есть вы как можете видеть он сталкивается видите с объектом то есть как я уже говорил вот этот вот радиус не navigation вот видите у нас есть у на на этого у агента радиус свой который настраивает вот это вот коллизию она нужна для других агентов скорее всего но и для себя тоже ну и для нам агента потому что здесь находится центр то есть вот он радиус это есть вот этот вот отступ вот отсюда то есть середина нашего объекта то есть у нас есть центральная точка да вот например где-то вот здесь она находится центральная . она не сможет выйти за вот этот вот радиус собственно за наш навмыш а все что находится дальше центр то есть вот вот есть центральная линия то есть вот это вот линия не сможет выйти за пределы навмыша когда персонаж вот так вот сейчас собственно увидеть вот так вот например мы жмем куда-то вот сюда мы здесь находимся наш навмышек мы увидели он почти сталкивается то есть он вот так вот доходит и все дальше он не может выйти то есть за вот этот вот радиус он не может выйти за центральную точку это если этот вот радиус собственно его здесь подстраиваете подводите объекты чтобы он собственно прям сильно вот так вот не перекашивался то есть слишком маленький будет он у нас объект вот так будет заходить собственно это неправильно поэтому мы вот так вот отходим ну собственно думаю с этим понятно ну давайте поиграем с основным агентом а вот она есть ангуляр спит который я говорил угловая скорость ну давайте мы ее увеличим на 100 и посмотрим как наш персонаж будет поворачиваться вроде уже пободрее начал поворачиваться как многие наверное заметили в играх такого типа персонажи обычно поворачиваются моментально либо с такой малейшей малейшей задержкой то есть перед движением самим вот мы кликнули персонаж на месте остается и поворачивает резко либо ну с минимальной задержкой резко так поворачивается и потом идет а у нас персонаж получается во время движения аж поворачивать вот видите он двигается и поворачивает собственно давайте увеличим и на 2 сотки теперь и посмотрим ну уже чуть-чуть получше вот приостанавливается персонаж наш то есть мы он движется вот в какую-то точку мы жмем в противоположную и вот он приостановился принципе это все нормально вообще такого не должно быть закружили ему голову так ацелерейшн давайте посмотрим что это за цели рейшн увеличим настолько же это по-моему одна из настроек связанные с 1 для против вот этих вот вот мы увеличили и у нас персонаж менее то есть как мы видели то есть обратно давайте вернем 8 это по-моему то что я думаю персонаж движется жмем в противоположную вот видели он приостановился и развернулся то есть этой по моему есть вот это вот настройка то есть скорость при так сказать типа инерции на то что он движется а потом приостанавливается то есть когда мы жмем противоположную точку он чуть-чуть притормаживает разворачивается и идет то есть по моему то есть настройка вроде бы 16 это но давайте возьмем 32 и посмотрим вот он движется ну так по приятнее оставим на 32 да вот уже получше мы закручиваем персонажа собственно как я люблю делать доте ну да ладно так ангуляр спит по моему надо еще чуть-чуть увеличить давайте сделаем на 520 вот в самом принципе раз собственно вот такое нехитрое управление следующих видео мы сделаем собственно у врага и движение уже к врагу чтобы он типа ну когда мы жмем на вага он должен перейти и собственно атаковать его ну как то так ну всем спасибо что смотрели с вами был я мега всем пока